Всем привет! Продолжаю видео немного не в той последовательности, как снимал. Фабула такая была, что купил я DVD проигрыватель Philips DVD-963SA DVD-видео с ACDPlayer. Я уже рассказывал по какой причине это все было сделано. В общем-то эта модель была создана очень продуманно. Во-первых, с точки зрения DVD он выжимает из DVD максимум, на что способен теоретически, потому что там стоит специальный чип Farooja. Это чип от компании Farooja, где работает муж и жена с фамилией Farooja. И, соответственно, одно время их чипы, которые они производили, были самыми лучшими в мире. Что это за чип? Чип занимается, на самом деле, интерлейсингом и скалингом, да, увеличением картинки, апскейлингом и так далее. А интерлейсинг, насколько важен в DVD-фильмах? Ну, он важен, потому что там картинка формируется из одного полукадра и второго. Их надо совместить вот так вот, да. То есть, первое показывают вот эти, ну, например, четные линии, а потом показывают нечетные линии. И когда происходит движение, то получается, что эти линии как бы расходятся, и мы видим лесенки всякие во времени. И чтобы этого не происходило, нужен очень быстрый чип. А именно из-за скорости, в общем-то, там и происходит вот это вот лесенкообразное отображение. Соответственно, также, когда мы смотрим, там бывает подергивается изображение, это тоже, в общем-то, все из-за этого же. А Фаруджи, он, во-первых, имеет частоту 108 МГц чип, в сравнении с другими, которые там популярны 24 МГц, там и 54, ну, сами понимаете, это в 2 или в 4 раза быстрее чип, поэтому, конечно, он это все успевает. Также он делает достаточно красивые краски, не знаю, насколько это связано, но, например, когда я смотрел на такой же Фаруджи DVD-плеер Denon 2930, там были цвета, ну, достаточно более насыщенные, чем на обычном DVD, бытовом на каком-нибудь BBK или LG. Это первый момент. Ну, конечно же, не из-за видео, потому что сегодня... DVD, конечно, можно посмотреть, но когда есть Blu-ray, никакого смысла в DVD, конечно же, нет, потому что разница в изображении колоссальная в пользу Blu-ray. То есть после Blu-ray вы, наверное, никогда не захотите посмотреть уже фильмы с DVD и постараетесь найти Blu-ray-варианты любимых фильмов. Ну, такое... Такие варианты часто выпускаются, например, прекрасный шедевральный фильм «Челюсти» Стивена Спилберга, который, в общем-то, сделал его как режиссера практически. Он вышел на Blu-ray с отличной картинкой и так далее. То есть имеет смысл именно такие брать. Конечно, надо понимать, что там есть такие нюансы, что плёнка-то, её можно, да, отсканировать и в 4K, и в 8K, и в 6K. Отсканировать-то можно. Смысл-то, чтобы был. Вы знаете, есть такой сайт, называется что-то там 4K Fake, или, ну, что-то наподобие, короче, зарубежный сайт. И там указано, который фильм в настоящем, 4K, сейчас же пошёл формат 4K, а Тайторы якобы фейковые. Ну, я считаю, что этот сайт абсолютно, ну, неправильно всё преподносит. По сути, этот сайт является как бы фейком верной информации. И я поясню свою позицию. Смотрите, плёнка, да, её можно отсканировать как угодно. И можем и в 2K сканировать, и в 4K, и в 6K, и в 8K мы можем плёнку отсканировать. Что мы с более, сканировать с более высокой, с более высоким разрешением, что мы получаем при сканировании плёнки? Вы знаете, ну, всё, что вы можете добиться, это увидеть зерно самой плёнки, увидеть вот эту вот эмульсию саму плёнку. А зачем это нужно? Если вы так классно отсканировали, что у вас стало видно зерно, ну, и это как-то не очень, да, классно. Поэтому, в общем-то, есть мнение, что сканирование выше 2K плёнки, оно негативно отражается, потому что пропадает целостность, в картинке появляется зерно. А что такое зерно? Ну, зерно – это мусор, в общем-то, на картинке. Вы видите вот эти мурашки, которые всё время там шевелятся, и это не очень прикольно, согласитесь. В худшем случае, что делают некоторые производители, когда пытаются с ленты фильм выкатить на Blu-ray, они включают шумодав. Шумодав, конечно, всё это нализывает, генойзер, да, но часто он и портит, и переходы, и скоростные характеристики картинки. Это, ну, очень плохо, в общем-то. А сейчас есть программы, которые могут хорошо это сделать, но вы же понимаете, эта технология уже, ну, десятилетия существует, поэтому большинство дисков, которые мы сейчас можем купить, они, в общем-то, скорее всего, выходили не сегодня. И, соответственно, там не было таких крутых программ, таких быстрых компьютеров, серверов и так далее, чтобы это всё просчитывать, а генойзеры применить и так далее. Поэтому, скорее всего, старые релизы на Blu-ray будут менее качественные, чем современные. И вот, возвращаясь к этому сайту, 4K-фейки, да, там, в общем-то, если там посмотреть, то там логика такая, что почти все плёночные, они настоящие. True – 4K. А которые современные, они 2K. Вот вас может удивить, ну, например, такие фильмы, как «Обливион», «Мстители», да даже, по-моему, «Человек из стали», хотя они выходят на 4K-релизах, но если вы посмотрите, они сняты на 2K-камеру. Ну, то есть, с разрешением 2K вместо 4K. Понимаете, как бы, в чём разница, смысл-то? Но, но, подходим к… То есть, если формально, да, то фильмы, которые с ленты, там истины, 4K, как это сайты утверждают. Ну, я из этого же могу сказать, что это фейк, на самом деле, получается. А цифровые фильмы, ну, те же «Мстители», да, они, так как снят на камеру 2K, то есть, у них, якобы, 4K-фейковый. Ну, да, может быть, 4K-то и не настоящий, но, вот смотрите, у вас, допустим, есть сканер, да, и вы на нём решили сканировать, и ваш сканер может сканировать и разрешение 2K, и 4K, и 8K, всё может, да? Ну, мы берём, ну, грубо говоря, ленту, да, ну, а представьте, вместо ленты, ну, вырезку из газеты, где виден оффсет. Это черно-белая стрёмная газета, там, из туалетной бумаги, на ней виден оффсет и всё там. Вот какой смысл её сканировать? Её можно сканировать в 2K, в 4K, в 8K, но, в итоге, мы на выходе получим только вот этот вот материал, где виден абсолютно оффсет, где это смотреть невозможно. И вот это же самое, я скажу про ленты. Когда я их сканирую в 4K или выше, вы начинаете видеть зерно, вы начинаете видеть эмульсию, это негативно. То есть, хотя тот сайт утверждает, что это настоящие 4K, это не настоящие 4K. Если уж подходить к правильному позиционированию, то плёнку надо позиционировать до того уровня, пока не видно зерно и эмульсию, да? Соответственно. А это намного ниже, чем 4K. То есть, это даже не 2K, потому что, если мы посмотрим картинку Тора Рагнарёка, или мы посмотрим картинку Мстителя, или мы посмотрим, я имею в виду 4K релиза, которые сняты на 2K камеру, да? Если мы посмотрим эти релизы, то абсолютно очевидно, что качество видео, количество грязи, в тёмных особенностях, да, на цифровом видео намного, намного, намного ниже. Поэтому цифровое видео намного превосходит. И поэтому то, что плёнку сосканировали в 8K или в 4K, да это ни о чём. Ну, вы журнальную вырезку сосканировали в 4K, и что, от этого она стала в 4K? Да нет, конечно. Это ограничение технологии, ограничение ленты. Поэтому, конечно же, фильм сняты на цифровую камеру, даже на 2K. А большинство фильмов сняты на 2K камеру. 4K, они очень дорогие камеры. Они вообще берутся, эти камеры в прокат берутся, в личном пользовании, в общем-то, я так понимаю, ни у кого их и нету. Ну, у студии. Они берутся в прокат, режиссёр снимает, и на что денег хватило, на то и снимает. Обычно это на 2K камеры. Но есть исключения. Например, Питер Джексон снимал свой фильм «Хоббит», вот эти три части, на камеру с разрешением 5K и 60 кадров в секунду, 60 FPS. Есть, но это, к сожалению, как бы пока единичный случай практически. Ну, какое-то исключение, которое у нас стремится. Там лучше картинка, там лучше плавность, всё лучше. Но в этом и смысл. Но, тем не менее, я немножко отошёл от темы. Если вам интересно, я более глубоко к этому вернусь. А сейчас мы возвращаемся к DVD-963SA. Знаете, в своё время это был дико крутой DVD, потому что он классно показывал DVD. он вапскейлил, он его там динтерлейсинг производил, то есть вот эти гребёнки все убирал и так далее, и так далее. Но он же ещё был очень аудиофильным, скажем так, астратным. Здесь стоит знаменитый ЦАП, очень крутой, от аналог девайса. Это AD1955. А на фронтальные каналы, ну, на задние каналы там Cerus Logic стоят. Тоже неплохие, но, конечно, не уровни AD1955. Здесь разведена видеочасть и аудио-часть. Она отдельно питается, здесь всякие экраны стоят. Ну, сделан, в общем-то, он круто внутри. Всё очень здорово, сзади позолоченные разъёмы. Ну, в общем-то, я про это вам уже рассказывал. И я ещё рассказывал, что он, чем крут, он умеет нативно играть в Super Audio CD, то есть в SSD диски. Он не умеет DVD-аудио играть по той же причине, потому что он именно соседишный, натив соседей умеет. Вот. И, соответственно, я купил. У меня произошла небольшая неприятность при доставке. В общем-то, его немножко разбили. У него вот в этой части находятся защёлки, которые держат переднюю часть фронта. Они все разломались. Из боков у меня они разломались. В итоге я его разобрал. Дальше будет видео, как я это делал, в общем-то. Я заклеил суперклеем. И, как видите, да, ну, всё отлично получилось. Ну, чуть-чуть всё-таки я напортачил. Тут вот чуть-чуть клей протёк. Но, ну, практически, в общем-то, это не видно. Потому что клей прозрачный. Если уж очень придираться, то можно увидеть. А так, ну, не видно, в общем. Ну, отлично. И теперь он у меня нормальный. Это всё большой плюс. Небольшая реставрация присланного у меня аппарата. Мне очень давно я купил вот такой вот DVD, типа сказать, проигрыватель. На самом деле он DVD. И он же Super Audio CD Player. Который именно Super Audio CD Player на чипе AD1955 высококлассном. AD1955 он работает на фронтальной колонке и в режиме стерео. А для других там каналов ещё стоит Abservice Logic. Что, ну, мне не очень интересно. Вот. Но, тем не менее, что, значит, было не интересно. А человек, который мне прислал, да, ну, к сожалению, не очень хорошо получил с паковкой. Нет немножко опыта. Вот. Поэтому, смотрите. Оба-на, 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 да. Ну, короче. И то, что он так отдвигается только потому, что другие части ещё прижаты. Я сейчас буду вот это всё приклеивать, потому что, ну, морда буквально, ну, отваливается. Давайте. Значит, чтобы открутились не так просто, Philips, они, как обычно, изощрились. И здесь вот звёздочки такие, их лучше открутишь. Но мы будем проще звёздочки. У меня, кстати, есть звёздочки, но у меня есть ещё вот такой вот шестиграничек малюсенький. И вот сейчас я звёздочку этим шестиграничком откручу вполне. Так что они хитрожопые, но мы ещё хитрожопы. И мы это всё открутим. Без проблем. Первый волктик. Если бы, конечно, этого проигрывать ещё было HDMI, выход цены бы ему не было. Увы, это только мечты. Вот. Поэтому, увы. На сегодняшний день, скажем так, DVD он играет. А вообще, по проигрыванию DVD и Blu-ray я бы сказал, что очень выгодный вариант это покупка игровой приставки Xbox One. Но самая первая ревизия, толстенькая, она показывает, ну, явно лучше, чем последующие эски, которые пошли. Как видите, надо открутить раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь болтов, чтобы его открыть. Ну, сзади, кстати, всё такое по аудиофильски сделано, как видите. Позолоченные разъёмы, все вот эти вот, Platon Gold, да? Все золотые. То есть, говорится о том, что аппарат не дешманский такой, а довольно функционируется какого приличного уровня. Здесь даже вот в оси видео и то там позолоченные. И цифровая и аналоговая часть здесь разделены. Питание отдельное у них идёт, как бы, есть внутри экрана. Ну, вот мы сейчас всё увидим. Как СИАУ, а это КАКСИАУ, ДИГИТАЛ АУ, ДИГИТАЛ АУТ, выход тоже позолоченный. Ну, знаете, для чего делать позолоту, да? Некоторые думают, что позолота, это типа вообще совсем круто. Но позолота делается, чтобы не окислялись разъёмы просто и всё. Позолочные разъёмы не окисляются. Вот мы снимаем крышечку. Здесь вот у нас, видите, блок питания отделён экраном. Всё классно сделано. Ну, и здесь вот у нас разные платки. И вот это... Это плата, по-моему, Фаруджи, вот, что-нибудь по виду, которая интерлейсинг на DVD делает. Вот, по-моему, так она выглядит. Аналог девайс, что-то там, какой-то стоит. Вот. Здесь ещё есть 1865 AD, который... Апсэмплинг. Апсэмплинг для аудио. Вот кнопочка. Ээээ... Не кнопочка, а это индикатор. Может быть апсэмплинг. А здесь вот... Вон он, AD1955 стоит. А, ну вот AD1955 есть для апсэмплинга, вон AD. То есть ЦАП вот-вот. Вот это плата ЦАПа. Эта плата... Не поймёшь, что... А, ну это вот... Наскарта, это видео, что-то какой-то выход. Это у нас Фаруджи стоит, как я и говорил. Эта плата привода у нас находится. Да, это сам транспорт-привод. И блок питания у нас импульсный. Здесь вот так вот он выглядит. Надеюсь, видно вам. Значит, что у нас... В чём проблема, да? Ну, смотрите. Вроде бы... Вот. Видите, вот это крепление, оно вообще-то должно было быть... Вот тут вот здесь вот прикручено видно, но прикручено ничего. Потому что то, что прикручено, оно это отвалилось всё. Видите, вот оно. Увы. Вот знаете, когда я покупал какие-то CD-проигрыватели или в Германии тоже очень часто такая фигня была. Пользователи немецкие, они очень неграмотные в плане отправки. Или избалованные им, что у них там всё хорошо. А он уж просто не понимает этого нифига ничего. И, короче, проблема в том, что всё приходило разбитое. Нельзя, если CD отправляется, никогда его в бумагу ложить. Даже если вот эту бумагу напихаете, там плотно это всё, это капец. Короче, не доедет. Только в пенопласт. Только... Короче, надо в пупырку обернуть. Пупырки абсолютно недостаточно. В пупырки это... Вот такое приедет. Видите? Вот отломилось. Вот тут отломилось. Вот тут отломилось. Вот тут отломилось. Вот тут вот отломилось. И так далее. Всё там валяется. Жмыхает ещё. Даже не всё вытрясти. А лучше бы вытрясти. Ещё кусок. Короче, вы представляете? Ну, покупаете вещь, хочется насладиться, а получаете вот такой вот геморрой. Вот тут вот видно было разъём, который вот держал, да, вот, ну, хоботочек. Ну, его отломило. Что я хочу сделать сейчас, да? Я хочу сейчас вот эти остатки, которые оторвались, я их хочу суперклеем приклеить. Тогда он будет вот так держать. Вот суперклей я купил в фикс прайсе. Честно говоря, суперклей ненавижу. Это классная вещь. Ненавижу за счёт того, что невозможно не пользоваться, не спать руки. Сейчас буду стараться максимально аккуратно. И я вот всё равно себе руки наклею вот сто процентов. Давайте пробовать. Хорошо. Да, я даже сейчас протекали буду и как-то сейчас это всё... Опа, на уже капли. О, всё, всё. На руки попал, блин. Ай. Вот как так-то, да? Блин, открываешь и обязательно вляпываешься в эту херню. Вон, всё. Уже вляпался. Аккуратно открывал. Аккуратно открывал. Сбоку он есть тут. Давайте пробовать вот так вот, да, и надо на педальницу. Вот как-то, ну вот это, чтобы она не ездила, чтобы так придумать. В принципе, я придумал, я сейчас сделаю вот такую штуку. Вот эта помилка, она вообще-то офигенно классно всё затягивает, да, чтобы я смогу так даже конкретно затянуть. Но не факт, что у нас всё это дело получится. Потому что по-хорошему это надо вот так вот ещё придавливать сверху. Не знаю, как тут получится. Ну, в общем, приклеится ништяк. Посмотрим. Пускай ты сохнет. Руки с поганью. Ожидаемо. Кто такие вот придумал вот эти пузырьки, идиот какой-то. Ладно. В этой части я, в общем-то, его и покупал для супераудио CD для прослушивания и для CD. Потому что чип AD1955 это мультибитный, очень крутой чип, крайне линейный. Даже в даташит написано, что это прям, ну, гипер-супер-упер такой аппарат. И мне было это очень интересно. На самом деле сейчас, да, я не очень бы советовал брать DVD-проигрывателя. Да, они умеют некоторые DVD-а, некоторые супераудио CD. Это все классно, все. Но, к сожалению, я вообще не понимаю. Вот реализация супераудио CD, как я рассказывал, он должен играть, выдавать поток просто идеальный. И здесь натив со CD, то есть вообще все должно быть идеально. И я просто, если выведу на хорошее усилие, я должен получить гипер-упер-офигенный звук. Но я не получаю этот гипер-офигенный звук. Здесь все классно сделано, раздельное питание, все-все-все-все-все. Но, блин, с ЦАПа у меня звук в сто раз лучше. И прозрачнее и так далее. Ну, с моего. У меня, конечно, хороший ЦАП, но я его могу посетинировать только как в каком-то начальном сегменте. И просто возможность прослушаться в раудио CD в принципе, потому что по-другому твоих карт прослушивать и никак. Конечно же, я буду и дальше его тестировать. Может, я что-то не понял, что-то недопонял. Я его подключал к более простому усилителю. Попозже я его буду тестировать вот с вот этим вот топовым диноном. СА-1. Может быть, что-то я новое узнаю. Сейчас пока это не представляется возможным. Потому что, в общем-то, у меня нет таких RCA кабелей длинных. Надметровый кабелек, а у меня все полметровые. Надо что-то сперва придумать с кабелями. А потом это все послушать. Итак, вернемся к его видео. На DVD он должен показывать крайне хорошо. Это первый момент. Но второй момент заключается в том, что крайне хорошо он показывает только по компоненту. Не по компоненту он тоже хорошо должен показывать, но хуже. Почему так происходит? Потому что вот этот чип Farooja, он только на компонентный выход работает. И его 108 МГц, вот эти хваленые, только если вы по компоненту включаете. Например, у меня в этом телевизоре, чтобы на компонент вывести, там какие-то джеки на 3,5 дюйма малюсенькие. То есть, надо какой-то хитрый переходник там придумывать, покупать. Тоже я не могу сейчас оценить, как он видео показывает. Ну, понятно, что против DVD-то в Blu-ray их никак. Но, с другой стороны, есть много релизов на DVD, которые на Blu-ray не выходили. И, может быть, никогда уже не выйдут. Потому что там правообладатели, уже их и нет. И ни у кого не купишь эти права и все такое. В общем-то, поэтому это все интересно. И он может лучше показывать DVD, а может и не лучше. Это все надо проверять. Ну, Farood же работает только по компоненту. По некомпоненту там другой чип, более примитивный, на 54 МГц. Послабее, но и не 27, как у других. Смотрите, значит, про этот DVD я нашел вот такой вот журнал. И упоминался, это журнал DVD-эксперт 2007 года. Я немножко покопался у себя там, как бы, в библиотеке. За май 07 номер, или 5, май 075 написано. Короче, я нашел вот такой вот DVD-эксперт журнал. И здесь у нас, ну, узнаваемо, да? Да, это статья про DVD-филипс, DVD-963SA тест. Ну, давайте смотреть, что тут рассказывается. Название Philips DVD-963SA, тип DVD-проект, цена 11000 рублей. А вы скажете, ой, какая халява там, да? Но, вы знаете, я точно знаю, что этот аппарат, он стоил 500 долларов. И 11000 рублей, это было 500 долларов. И, соответственно, доллар, значит, стоил 21 рубль. Ну, представляете, да? Вроде ничего не поменялось 13 лет назад в журнал 2007 года. То есть, прошло 13 лет назад, за эти 13 лет рубль подешевел в 3 с лишним раза. То есть, если раньше он стоил 20 рублей, сейчас он стоит там около 70 рублей. Ну, представляете, да? Как бы ничего не поменялось. То есть, раньше за 500 долларов мы, конечно, могли бы купать аппаратуру. А сейчас за 500 долларов такие, да, блин, это зарплата целая, там, короче, это проблемная. Поэтому, пусть вас не смущает 11000 рублей, это вопрос больше к экономике, чем к цене. 500 долларов, это 11000 рублей, это 500 долларов. Сейчас бы за 11000 рублей, если бы рубль был стабильный, купили бы вещи. Да, конечно, бы купили, да, но мы не покупаем по известным причинам. Ладно. Воспроизведение DVD, CD, Super Audio CD, поддержка MP3, JPEG, DECODER Dolby Digital, DTS, VideoTap ADV7300+, Farugia FLI 2310, 13 бит, 108 МГц. И второй чип, который я говорил, там еще второй более простой есть, не по компоненту. Это STI 5580, 10 бит, 54 МГц. То есть, и по цветности он хуже, и по скорости он хуже. Аудио ЦАП ADV7155, 24 бит, то есть, 2 кГц. Но я уже говорил, здесь не только он, есть там еще Service Logic. Знаете, по аудио очень классно сделано, если вы слушаете CD, то здесь можно включить абсамплинг. Достатье у нас 2 кГц, он реально улучшает звук. То есть, на этом аппарате реально с ним стоит слушать. Потому что абсамплинг дает качественное улучшение звучания. Видео входы, прогрессивная развертка, да. Видео выходы композитные, S-Video, 2 SCAR, компонентные. Аудио выходы аналоговые, стерео пара многоканал 5.1, цифровой коаксиально-оптический. Габарит 430 на 7.9, 250. А масса 200 кг. Да? Блин. Что-то я не могу его одной рукой поднять. Ладно. Стандарт изображения. Этому аппарату длинуло было стать одним из самых интересных и обсуждаемых гигиплеерах, обзываясь с массой преданных поклонников. Хвала и хула. Первый экземпляр Philips 9963SA из топового семейства MatchLine. Ясно. Поступили в продажу в конце 2002 года. Это третья версия. Соответственно, с 2002 года они продаются, а эта третья версия с 2007 года. И сразу же привлекли все внимание. Тогда, как, впрочем, теперь хорошо звучащий DVD-плеер был большой редкостью и стоил гораздо дороже 10 тысяч рублей, которые просили за 963SA. Не говоря уже о прекрасном потенциале видеотракта, о чем мы поговорим в следующем разделе. Надо, правда, заметить, что этот энтузиазм разделяли далеко не все. К сожалению, насыщенность аппарата инновациям сыграла злую шутку. Часть составлявшихся образцов оказалась довольно капризной. Качество дисков и интернет-форумы, ну, короче, в ряду с восторгами, еще и негативными отзывами были. Но это про первые версии, это уже не первая версия. Тем не менее, как показало время, проблем с приводом, если давали все знать, то разные, разве что в первые пару месяцев. Во всех же прочих случаях владельцы заменяли деньги, получали универсальный чудо-аппарат, улучшить возможности которого можно было последующими прошивками. Очень круто. И как я теперь это буду прошивать? Определенно, Slim Design не для Philips. Его корпус больше напоминает CD-провидную. Ну да, это вообще не Slim Design, это Slim Design. Не знаю, кто к нему стремится, честно говоря. Алюминиевая передняя панель. Крупный дисплей с большими символами. В отличие от полупустого внутреннего пространства современных DVD-плееров, здесь все скапановано довольно плотно. Ну, честно говоря, ну, я бы не сказал, что прямо там забито все, но более-менее заполнено, да. Ну, не особо переходно. В отличие от полупустого внутреннего пространства современных DVD-плееров, здесь все скапано довольно плотно. Прежде всего, отметим мощный чип Faroo, FarooDja. Ну, FarooDja, наверное, читается. Или FarooDja. ФЛИ-2310 и Видео ЦАП АДВ-7300, обеспечивающие глубину C-13 бит и частоту 108 МГц. По умолчанию в базовой версии аппарат V8-480p, но после обновления прошивки в домашних софтхе ну, доступны 576p и 1080i. Очень удобно, что прогрессивный сигнал переключается не через меню, потому что это было бы чревато тумблером на задней панели. Правда, нужно уточнить, что все прелести FarooDja можно отведать только при компонентной коммутации. Сигнал, идущий через прочие разъемы с карты, с видео и композитной, обслуживается процессором C5580, более скромным показателем 154 МГц. Это я все рассказывал уже. За звук Philips DVD C6580 отвечает чипы AD1955. Мало шумящие ЦАПы с хорошей репутацией. Они же позволили принимать DSD-поток в дисках C-CD. А обычный CD можно добавить, в обычный CD можно добавить устранить, устраивать абсемплимент достойно за 2 кГц. Что касается киноработы, то проигрыватель обороны декодом DTS и 5,1 канальным выходом с раздельной регулировкой по уровням и задержке. Следует отметить еще один похвальный момент, независимо от организованного питания, аналоговая видеочасти а, ну что же, аналоговая видеочасти разделен китайцам, с доблестью, с блеском и достойчивым. Видеоспособности Philips DVD по-прежнему остаются на уровне лучших современных источников. Я рассказывал, что DVD должно хорошо играть. Сейчас ему не хватает разве что порта HDMI. На фоне плееров оснащен с самым распространенным ныне чипом MDK-1989, и он демонстрирует куда большую глубину чёрного. Причём, перевес был очевиден даже тогда, когда трудился младший процессор CTI 5580. Картинка нашего героя засуществующих похвал, корректные цвета баланса, обменная чёткость или шарфа. В целом, она импонировала свои следности и так называемый генетографический компонентный сигнал давал изображение высокого класса, даже без активации в проэффективном модуле. Прекрасный результат, аппарат довольно неспешно реагировал на команды, да и логика меню управления не относится к вершинам эргономики. За болванками DVD-R у него проблем не возникло, а вот 200 GBD-RDL и перезаписанные DVD-RV пришлись не ко двору. Также он не воспринимал DVD-ROM записанным на них MP3-файл, хотя на CD-R с ним всё было в порядке. Зато звук Филлипса некто скачала, не обманула MP3, CD и CCD на аналоговых выходах звучали очень хорошо. Сигналы низкого уровня производились без заметных искажений, вплоть до минус 70 дБ. Кстати, система абсэмплинга и ампактов особо нас не впечатлила, и мы предпочли слушаться в обычном режиме. Ну это глупость какая-то. В абсэмплинге явно лучше. Саунд при этом был вполне сравним с CD-плеером аналогичной категории, даже чуть выше. Ну, не знаю. Ну, может быть, 500 долларов стоили все идеи. Как говорят, тут всё-таки за 500 долларов ещё и DVD проигрывают. Саунд при этом был вполне сравним с CD-плеером аналогичной категорией, даже чуть выше. Возможно, очень требованный аудиофил посоветовал бы на некоторую смазанность образов, но в целом то, что мы услышали, соответственно, нормальным наценным хай-фай. И был на голову выше подавляющего большинства DVD проигрывает с классальным титером. Ну, может быть, человек и правильно говорит, но явно, что он ни фига не аудиофил, ни хера вот это не понимает, ладно. Со звуком у него есть непонятки. Так что свою универсальность DVD-963 окупает вполне даже более того. Короче, он сказал, что смазанный образ, да, ну, другим самим, мутноватый. Я когда его слушал, да, тоже отметил, что он мутноватый, но вот он тут сказали, что сай-фай, я бы так не сказал, да. Если бы он что-то замахнулся. Вот такие более упрощённые понятия. Есть из чего выбрать. Коммутационная и аппаратная база у Philips A16300 достаточно обширенны, чтобы настроить его под себя. Если вы захотите вывести аналогичный сигнал, то можно попробовать как отдельный стрельб-ход, так и фронтальную пару разъемов блока T1. По некоторым образом второй способ более предпосильный музыкален, но не обнаружили тут сколько-нибудь от существенных отличий. Ну, если вы абсентенс не обнаружили отличий, то понятно. Дальше можно не читать, что у продукта пишет. Куда занимательнее нам показалась разница между вариантами задания типа динамика к меню. В нашем случае фронты озвучились на поле нас. Как ни странно, лучший результат дала установка Small, а не Lash, как предполагалось. Вердикт – пять звездов. Плюс в качестве изображения звука коммутация дизайна. Минус отсутствия поддержки, ну, всякой херне. Перезаписываю в этом DVD пишущем. Перезаписываю. Оно и не должно поддерживаться. Короче, вот такой вот интересный аппарат. Сейчас я все-таки попробую, может быть, его подключить каким-нибудь чудом. Если это у меня получится, вы посмотрите на небольшой фрагмент. Если не получится, ну, значит, как нет, в другой раз прощаюсь. Не забывайте поддерживать донат, своим отзывами, донатами и так далее. В общем-то, я рад, да, и доволен, что у меня есть такой аппарат, очень интересный, высококлассная начинка. Но на следующий день я вот это почел обращать внимание на блоковку Blu-ray привода. Потому что, да, там он не умеет собирать аудио CD, он, может быть, в виде аудио не всегда умеет и так далее. Но, ребят, вместо этих форматов пошел Blu-ray аудио формат. Поэтому, в принципе, вы это можете компенсировать с помощью Blu-ray аудио. Но, с точки зрения видео, вы получите колоссальных игроков. Тем более, сейчас идут проигратели 4K Ultra HD Blu-ray. которые, ну, принципиально другие. Ну, начиная с того, там, конечно, пошла вот такая мания, как бы для меня немножко странная. А потому что все-таки рассчитано, что вы взяли диск, ста-гигабайтный диск вставили, спокойно слушаете там, ну, купили его там, да? Некоторые говорят, да он стоит, там, тысячу рублей. Ну, все. Это как миллион, да? За качественный фильм. Ну, тысячу рублей он стоит, как бы. Ну, и что там? В смысле, 4K. Можете Blu-ray, если вам дорого. Взять они от 100 рублей стоят, там. Даже от 50 рублей можно найти. А с каких-то БУС коллекций вообще там будет даром. Ну, просто выбираете. Вот. Но, тем не менее, про что речь о современной 4K, многие, да? Например, о популярной Sony X700. Она мало того, что 4K кушает, так вы можете к ней подключить жесткий диск. Накидать на нее образов. Ну, тех же воровных, где вас это привлекает, да? С интернета. И смотреть просто с образов, с этих, в виде файлов. Причем римухи вот эти. Римух или римукс, да? Это полная копия DVD, с которой выкинули просто лишние дорожки. Ну, например, оставили русскую, английскую, а там испанская, китайская, там уругвайская. Все это выкинули. Ну, честно говоря, мне они не нужны. Вы можете слушать на оригинале, вы можете слушать с переводом. Иногда там несколько переводов добавляют. Вот это вот у нас римух, римукс. И такие можно смотреть прямо с жесткого диска. Ну, наверное, это удобно. Ну, зачем это нужно было продавцам этих аппаратов? В общем-то, это полусладить пиратство, на самом деле. Ну, пока выпускает, пока это все работает. Например, можно на винт накидать и смотреть. Ну, например, мой компьютер, да? Дело в том, что в этих аппаратах это все аппаратно. А мой компьютер, например, достаточно мощный. У меня там Xeon E5 2660, 8-ми ядерных, 16 потоков, 3 ГГц частота. А видеокарта очень мощная, Radeon RX 470. Ну, любые игры современные, по крайней мере, она тянет. Full HD там, ну, ура. Ну, если включить фильм в 4К, то там пройдение производительности. Например, вот я смотрел «Обитель зла» пробовал. After Life после жизни, да? 24 кадра кинематографическая не оселяет. Он показывает мне 20 кадров, этот компьютер. Это на GPU, GPU, да? А если я переключусь на процессор, ну, может, процессор быстрее? Ну, нет, процессор вообще 16 кадров там преселяет. А вот это Sony X700, он просто... Хотите 60 фпс на 4К, да без проблем. То есть это все аппаратно, это намного лучше. Вот здесь вот у меня Xbox One S, он тоже умеет 4К, тоже умеет, как бы, много кадров, абсолютно не тормозит. Хотя по начинке он намного слабее у компьютера, и видеокарта хуже, и процессор хуже, но здесь все аппаратное, заточенное, и здесь софт заточенный, оптимизированный. И поэтому вообще ничего не тормозит, все высококлассно работает. Поэтому просто стоит иметь в виду и такие удобства или неудобства. Ну, вот лично для меня удобнее купить диск, потому что 100 гигабайт хранить на жестком диске. Терабайтник – это я запишу 10 фильмов. Мне проще тогда потихонечку купить 10 фильмов на дисках. И они у меня всегда будут. И винт, если она вернется, это все. Диски, как показала практика, они намного долговечнее. Они просто лежат, лежат. Когда они у меня и CD до сих пор лежат, и DVD лежат там горами, да. А некоторые еще возмущаются. Вот, я собирал коллекцию на VHS или VHS, а потом я это все выкинул. Вот, я собирал на DVD, потом я это все выкинул и так далее. Может быть, выкинули, когда пришло время. Но вот это удовольствие собирать коллекцию, просматривать фильмы, когда вы собираете. Вы это реально диско, и вы им дорожите. Вы его просматриваете. Вам нравится этот фильм. Вы рассматриваете обложку. Это как, вы знаете, с винилом, там всякие вкладыши. Это все классно. Без сомнения. Поэтому, ну, когда пришло время через 10-15 лет, если появился новый формат, ну, почему не поменять, да. Я не вижу в этом какой-то трагедии. Вас никто не стал это выкидывать. Отложите, да, там что-то. Возьмите новое. То есть, я вот к этому так отношусь. В общем-то, хорошего вам звука. Ну и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова